Привет, Леночка. Привет, Леночка. Здесь ситуация какая-то. Ситуация какая-то. Ну, приглашаю. Кого? Лену. Конкретно Лену. Лену, да. Приглашаю на встречу. Привет, Леночка. Привет. Чем ты занимаешься? Просто трендю по телефону. А с тобой минуточка есть со мной пообщаться? Если ты пару минут нет. Тебе деньги нужны? Дополнительные деньги нужны? Ну, нужны в принципе. А что есть лишних? Да. Нет, лишних нет. Но есть возможность заработать. Ну, я как бы зарабатываю. Есть бизнес свой нормальный. Ну, есть такие люди, которые могут еще дополнительно тебе предложить бизнес и заработать нормальный бизнесмен. Стихомаркетинг? Нет. Стихомаркетинг? Нет. Стихомаркетинг? Не совсем. А что сетеволи не сетевает? Ну, давай при встрече. У тебя есть завтра минуточка? Нет, подожди. Стихомаркетинг я не сетевую. Мне это не интересно. Ну, давай. Завтра встретимся и поговорим. Может быть тебя заинтересует. У меня есть. Здесь люди нормальные такие, бизнесмены. Рассказать более популярным. Могу познакомить серьезными людьми. На этой груди может зависеть ваш заработок. Где-то вот надо предложить мне так, чтобы я заинтересовалась. Вот здесь вот элемент третьего лица. Вечером занимаешься нужными вам деньги, да? Элемент третьего лица. Лена, насколько я могла бы познакомить с серьезными людьми, группа предпринимателей, которые зарабатывают достаточно серьезные деньги и мы совместно развиваем достаточно серьезную тему. То есть тут же не надо учить текст и рассказывать как по тексту. Текст там как ситуация, как модель ситуации. Наша задача ее взять как основу и дальше раскручивать. Учиться мыслить и учиться моделировать ситуацию. Потому что мы думаем как вот Е2-Е4, а он берет и не так будет. И мы уже не знаем, что дальше будет. Вот и все. Заново еще раз. Привет, Лена. Привет. Чем занимаешься? Да, ничем особо. У тебя минуточка есть? Есть. У меня есть предложение. Тебе деньги нужны? Вообще. Большие деньги. Большие деньги. Большие деньги. Нужные, давай. У меня есть люди, которые могут научить зарабатывать приличные деньги. У меня как бы приеме. Все нормально. У нас есть новая тема в Полтаве. Ну такая серьезная. Где можно заработать, не особо напрягаясь, большие деньги. Пирамида. Нет, не пирамида. Нормальные бизнесмены, которые занимаются в Полтаве уже так прилично. Но новый бизнес. Новый бизнес. Новый бизнес. Новый бизнес. Я хочу тебя пригласить. до обеда, после обеда. Именно встречу, а не более конкретно. До или после. Вопрос. До или после. Альтернатива. Используйте. До обеда или после обеда я хочу тебя пригласить. Как тебе будет удобно. И я бы смогла тебя познакомить с людьми, которые умеют зарабатывать большие деньги. Ну, будем говорить. Ну, 15-20 минут, возможно, я найду. Но я не знаю. Может завтра, может послезавтра. Как-нибудь созвонимся. Послезавтра или завтра? Когда тебе набрать конкретно? Завтра или послезавтра? Ну, набери меня завтра. Может у меня там вырезка похожего. Я посмотрю. Я уже дала добро на завтра. Смотрите. Я дала добро на завтра. Юра, не надо писать. Это Юра Паталакова. Все для личного архива. На менеджере я покажу. Я уже дала. Завтра мне перезвонить. Он мне покажет, где я что-то делаю. Окей. Молодец. Ну, конечно. Мои дети. Хорошо. Мои дети. Привет. Сама сейчас бы вот так почувствовала. Все перелякано, все неправильно, все не собрано. Еще раз и последний. Еще раз и последний. Привет, Света. Привет, Света. Чем занимаешься? Да, сижу там, занято. Ты хотела бы зарабатывать? Нет. Тебе деньги нужны? Большие деньги? Есть. А сколько цель больших? Ну, тысяч пятьдесят, семьдесят, сто. Чего? Можно евро. Можно евро. Ну, чего ж мы с мелочью на финале? А ты скажешь, ты что, серьезно? Ты что, прикалываешься? Мне так надо сказать. Да. А я не так сейчас скажу. Света, ты что, шутишь? А я говорю, нет, я говорю, не серьезно. Так это за год, за всю жизнь? Нет. Ну, смотря, как ты будешь работать. В течение месяца. Все работать надо. Ну, а как же? Без работы? Без ничего. Не так просто. Как развелась? Ну, у меня так попахивает чем-то таким, какой-то пирамидой, если тебе вообще по мне вообще не нравится такое предложение. Нет, Леночка, у нас в Полтаве развивается новый бизнес. Я бы хотела тебя познакомить с нормальными такими конкретными бизнесменами, которые понимают в этом бизнесе больше, чем я, потому что я еще новичок. Познакомлю тебя с предпринимателем, который зарабатывает большие деньги. И научит, могут научить и тебя зарабатывать. А вы заметили, что поменялось? Видите? Совершенно другая информация. Более уверенным тоном. Вот момент. Познакомлю тебя с дни. Можно даже вот здесь использовать фразу, что мы с группой предпринимателей, фраза «мы из клуба предпринимателей развиваем серьезную тему». Или серьезный проект. Или серьезный бизнес. Или денежную тему. Легальную можно еще добавить. Если с предпринимателем говорить. Легальную. Легальная интересность. Легальная интересность. Хорошо. И я хочу тебя пригласить и познакомить тебя с людьми, если тебе это интересно. Уже интересно. Вот интонация мне уже интересна. Совсем другая интонация. Вот я сейчас чувствую уже болью элементом. А сама как? Нормально? Ну да. Потому что я не знаю, в чем. Первый раз страшновато. Второй раз конфлик, а третий раз уже. А на четвертый, а на десятый. А на сотый. Так что вообще. Надо больше делать. Больше. 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 Спасибо. Спасибо.